Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДимаTorzok 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 как камень, имеет общее с растением, потому что он растет и питается и рождает подобное себе, как и растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет чувства, гневается и походствует. Но что возвышает человека над всеми животными, он имеет общее и с Богом, именно разумную душу. Поэтому закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предавать себя Богу и все душевные силы пленить в любовь Божию словами, всем сердцем указал на силу более грубую и свойственную растением, словами всею душою, на силу более тонкую и приличную существам, одаренным чувствами, словами всем разумением обозначил отличительную силу человека, разумную душу. Слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому. И ближнего твоего, как самого себя. Закон по причине младенчества слушателей, не могший еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Ибо Он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стихи. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал, поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, ибо по закону ты верно рассуждаешь. Евангелие от Луки, 10 глава, с 29 по 37 стихи. Но Он, желая оправдать себя, сказал, а кто мой ближний? На это Иисус сказал. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него, увидев его, сжалился, и подойдя, перевязал ему раны, возливая массой вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, сдался держать в гостинице и сказал, позаботься о нем, если и сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих двоих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разгонникам? Он сказал, оказавши ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Толкование. Законник, получив похвалу от спасителя, выказал высокомерие. Он сказал, а кто мой ближний? Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близкого подобродетели, ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же. И так, желая оправдать себя и возвыситься перед всеми людьми, он с гордостью говорит, а кто ближний мой? Но спаситель, поскольку он творец и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природным. Не думай, говорит, что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного. И во все имеющие одну и ту же природу суть ближние твои. Итак, и ты сам будь ближним их не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе в пример самарянина, чтобы тебе показать, что хотя он различался по жизни, однако же стал ближним для нуждавшегося в милости. Так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию. Итак, этой притче мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, которые нуждаются в нашей помощи. Познаем мы благость Божию в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла в Иерихон? Пустой, низкий и удушливый от жара, то есть жизнь полную страстей. Смотри, не сказал он «сошел», но «шел», ибо природа человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть бесом. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесом. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды добродетели, нанесли ему греховные раны, ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и нанесет раны грехами. Природу человеческую они оставили едва живым, или потому что душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчинена смерти половина человека, или потому что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адама смерть вошла в мир, так и через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Послание к Римлянам, 5 глава, 16-17 стихи. Под священникам и левитам разумей, пожалуй, закон и пророков, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Далее, Евреям 10-4. «Невозможно, чтобы кровь кельцов и козлов уничтожала грехи». Закон пришел и остановился над лежащим, но потом, не имея силы врачевать, отступил. Это и означает «прошел мимо». Смотри, слово «по случаю» имеет некоторый смысл. Ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой. Галатам 3, 19. Не мог ли сначала принять Христово Таинство? Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не наручиться, не наручить он, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. «Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою» Галатам 3, 13. «И названный Самаренином» с большой буквы Евангелия Таана, 8-48 стих. «Пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и целью поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, но жил с нами, беседовал непризрачно, тотчас перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее, возлил масло и вино. «Масло» – есть слово учения, предуготовляющее к добродетели обещание благ, а вино – слово учения, приводящее к добродетели страхом». Итак, когда слышишь слово Господа, «Придите ко мне, и я успокою вас», Иван Георгий, Матфея 11, 28. «Это масло, ибо показывает милость и успокоение». Таковы же слова, «Придите, наследуйте царство, уготованное вам», Матфея 25, 34. «Но когда Господь говорит, идите во тьму», Матфея 25, 41, «это вино – учение строгое». И ежедневно те, которые бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, «будучи промазуемы миром, тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь к божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеревника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находившихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница есть, церковь всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано, аммонитянин и маавитянин не может войти общество Господне». Тарзакония, 23 глава, 3 стих. «Но во всяком народе, боящийся его, приятен ему». Деяние, 10 глава, 35 стих. «Если желает уверовать и сделаться членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей, примечая точность, какое сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, он только привязал раны». Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, тогда и открылись дары Святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из деяний апостольских. Образ гостинника носит в себе всякий апостол и учитель и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. «Сиита, динарии, Господь, восходя на небеса, оставил апостолов и последующих времен епископам и учителям. Сказал, «Если что из своего издержишь, я отдам тебе». Апостолы действительно издерживали свое, много трудившись и повсюду рассеивая учения. Да и учители последующих времен, изъясняя ветхий и новый завет, много издержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратится, то есть во второе его пришествие. Тогда каждый из них скажет ему, «Господи, ты дал мне два динария, вот я приобрел другие два». И он так скажет таковому, «Хорошо, добрый раб». Аминь. Спасибо, Христос. Ну и вопрос, а кто же такой ближненький? Вот прослушали толкование. А кто ближний? Ну, из детей, кто ответит? Кто такой ближний-то? Ну ты же не из детей. Подожди. Ну, детки, кто? Кто ближний, Ваня? Как все? Все это знают, как Господь. Он принес жертву свою за всех. Это важно для тебя, что он за всех? Важно? А более всего важно, что для из этого? Вот, конкретно за тебя. Значит, нужно говорить о конкретном человеке. Сюда нужно к этому добавить то, что сегодня читали. Слова Господа Иисуса. А я говорю, любите врагов ваших. И сегодняшняя проповедь о чем была? О том, чтобы мы не проклинали, не молили о оказании наших врагов. Во-первых, уже плохо то, что ты имеешь врагов. Уже заодно это тебя Господь будет призвать к ответу. Нужно о них молиться. Им всячески помогать ко спасению, призывать. Я хотел немного слова сказать. Библию можно почитать его? Не пропов, никто. Не так многое прочту. На сегодняшний день, мне кажется, может быть, вы не так думаете, но мне кажется, на сегодняшний день актуальны слова Господа. Это первое царство, третья глава. Отрок Самуил, служил Господу при Иллии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. И было в то время, когда Иллий лежал на своем месте, глаза же его начали смежиться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий возвал Господь к Самуилу. И отвечал он, Вот я! И побежал к Иллию и сказал, Вот я, ты звал меня! Но тот сказал, Я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Иллию вторично и сказал, Вот я, ты звал меня! Но тот сказал, Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда, голоса Господа еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз Он встал и пришел к Илию и сказал Вот я, ты звал меня Тогда понял Или, что Господь зовет отрока И сказал Или Самуилу Пойди назад и ложись И когда зовущий позовет тебя Ты скажи, говори Господи Ибо слышит раб твой И пошел Самуил и лег на место свое И пришел Господь И стал, и воззвал Как в тот и другой раз Самуил, Самуил И сказал Самуилу, говори Господи Ибо слышит раб твой И сказал Господь Самуилу Вот я сделаю дело в Израиле О котором кто услышит Зазвенит в обоих ушах В тот день я исполню над Илием Все то, что я говорил о доме его Я начну и окончу Я объявил ему, что я Накажу дом его Навеки за ту вину, что он Знал, что сыновья его не чистивы И не обуздывал их И поэтому клянусь Дому Илье Что вина дома Илье Не загладится Ни жертвами Ни приношениями хлебными Вовек И спал Самуил до утра И встал рано И отворил двери дома Господня И боялся Самуила объявить Видение Илью Но Ильей позвал Самуила и сказал Сын мой Самуил Тот сказал Вот я И сказал Ильей Что сказано тебе Не скрой от меня То и то сделает с тобою Бог И еще больше сделает Если ты утаишь от меня Что-либо из всего Того, что сказано тебе И объявил ему Самуил Все И не скрыл от него ничего Тогда сказал Ильей Он Господь Что ему угодно Тот да сотворит И возрос Самуил И Господь был с ним И не осталось Ни одного из слов Его не исполнившимся И узнал весь Израиль От Дана до Версавии Что Самуил Удостоен быть пророком Господним И продолжал Господь являться В селоме После того, как открыл Себя Самуилу в селоме Через слово Господня Вот Как Спрашивает Господь Кто тебе ближний И кто вы думаете Ильей Здесь Это вы все Кроме отроков Отроки сидят здесь Много их Слава Богу И ты тоже отрок Мы с вами Ильей Этот несчастный Ильей Который не смог обуздать своих сыновей Ну будем говорить Чад своих Не смог обуздать он А ведь Оказывается Есть отроки Которые слышат Слово Господня И Господь Наш Своей жертвой Которую он принес Он дал больше Чем Самуилу Намного Самуил людей убивал Враги были вокруг него Как мы читаем Это плохо очень оказывается Ему приходилось Проливать кровь Много он сделал Того Чтобы слово Господне Распространилось Распространилось в народе И легло на сердце И чад тоже И они уверовали И стали верующими евреями Потом И слово это хранили дальше Много сделал Но больше он дал Нам всем С вами вместе взятым Вы вспомните Кто мы были с вами И Господь нас призвал Господь Изгонять Связывать Из храма А ведь Эти сыновья Они в храме были Они маленькие Вот такие были Вот маленькие Вот такие Они уже там По храму бегали Шустрели Они все знали И до чего они доросли До нечестия И вы думаете Что вы Бегаете тут по храму Ходите Молитесь Стоите Поете на клире И Господь вас не видит Что ли Ваши сердца А Он все видит И вы хотите Из нас И линия сделать Да Дорогие наши Где вы Как только Занятия идут Здесь по слову Божьему Не просто по слову К истинному православию Проходят Никого туда не дозовешься Василиса Иди Василиса Иди Нет Нет Стоит Нет Почему нет Ты еще ребенок Ты еще не 18 летняя Ты должна На занятиях быть Что там делать На клиросе Стоит Указками Показывают Тут слово Божье Говорится Для вас специально Вам выделяется 20 минут Братья Медленно читают Чтобы вы здесь Научились Жить правильно Не были Нечестивыми Сыновьями Илья То есть нашими Вы все наши дети Как сказал Самуил А он ему был Не сын Он Иди Ложись Сын мой Он рядом с ним Вы рядом с нами Все тут Чада Вы рядом с нами Я Ильи Вот он Я похож на него Уже немного Игнатиныч Больше Вот я лежу Глаза смеживаются Устал Ноги не действуют Спина болит Там вы уже все Отбыли Вот она еще Может там быть Она вот Вот так По бедру мне Все Остальные уже подросли Уже все Отрицание Все стоят Нет общин Со времен Христианских Где там В Ефесии И так далее Ладно там Турки пришли Я Ну все таки Думаю что И до турок Уже не было Той общины Которую апостол Павел Создал Почему Потому что Оказались Родители Ильями Воспитали детей Не Пророками Как Самуил Был воспитан Кстати тем же Ильям Ну не им Я думаю Все таки Родителями своими Больше Степени И совесть у него была У этого отрока Куда он бежал Он бежал К старцу побежал Он не побежал куда-то Ночью Встал И на дискотеку Пойду Спрошу там У своих Сверстников Он побежал К старцу Который Богом предстоит Он понимал уже все Когда Из наших детей Кто приход Подходил к вам И задавал какой-то вопрос А вот у меня там В школе там То-то Они даже этого не замечают Они так говорят А у меня там подруга А у меня там друг Где? В школе У тебя друзья Он что верующий спрашивает? Верующая у тебя подруга? Нет не верующая А как ты ее подругой называешь? Ну Ну Мы же там рядом с ней Она же у меня Бутерброды просит Все? Больше ничего? Она у тебя Жизнь твою еще попросит И прыгнуть С высоты Там знаете Это общество Синий гид Убийцы Которые сидят В компьютерах И детей заставляют заниматься Лазить по крышам Там Опускаться Там где-то Прыгать Через что-то И идут туда Тянутся К этим Нечестивым Это бесы и сатана Рядом с этими людьми Находятся Или прям в них И вы идете туда И Господь сказал А другой Говорит Придет И вы пойдете к нему Поклонитесь ему Будете у него ползать рядом За один обл Продавите всех родителей Вспомните Как мы когда были маленькие Говорили Да ты за кусок хлеба И мать продашь Это относилось к тому Что придут Фашисты пришли И вот там Если Тогда об этом был разговор А сейчас разговор идет У нас О вере нашей О душе О спасении души Вот за один обол Как говорит златоуст Продадитесь Сатане Покажут только вот так Поманут Вот так На дурачка не нужен нож Ему покажешь медный грош И нет у тебя спасения Какого Ад ждет Как этих нечестивых сыновей Куда они пошли В храме постоянно пребывающие Поэтому Давайте задумаемся Если я не прав То и слава тебе Господи Что я не прав А если прав Вы представляете Такие прекрасные мысли Этого отрока Который составил Вот они здесь Все записаны Кто благословил И как они Перекочуют В головы Других отраков Которые должны быть Такими же пророками Господь все дал Для того Чтобы мы были пророками И нету Ни одной порошинки Даже Ни в одном Не вижу Никто не подошел И не сказал А когда Вот о чем там Говорится в этом слове Спрашиваю На занятиях Кто открывал слово Огнюшка одна Сказала Я открывала слово Божие Остальные никто Не открывал Слово Божие сам Дай Бог Чтобы это Действительно Она открыла Слово Божие И прочитала А то может просто Открыла и закрыла Не знаю Я не к тому Что там все плохие Там и так далее Я просто знаю Чем раньше Все заканчивалось И вот мы видим Тоже здесь Аилий Был Господом Умершлен Страшным образом Он Перед этим Потерпел Страшное Духовное поражение Когда ковчег Божий Около которого Он спал Мы тут читаем Был отдан на поругание Эта святыня Главная Еврейская Какая наша Главная святыня Христос Христос Наша главная святыня Будет отдана На поругание И не дай Бог Еще чтобы Эти Отроки Стали нечестивыми И глумились Над Господом Нашим потом И были Не проповедниками Истины Не благоуханием Приятным Господу А страшной Заразой Аминь Господь нас просит Ну а вы Дети Помните Что И от вас Зависит Спасение Ваших родителей Где вы Окажетесь Вместе с родителями В Царстве Небесном Или Потянете их туда же Собою В вечной мычей Почаще Почаще Открывайте Слово Божие Вникайте Задавайте Вопросы Оставайтесь На занятиях Не просто Читайте Когда читаете Вникайте Слово Божие Апостол Павел Своему любимому Ученику Тимофею Говорит Вникай Себя То есть Разбирайся Как ты живешь Так ли живешь Так ли поступаешь Такие ли у тебя Друзья И учение Слово Божие Занимайся с ним Постоянно И вот так поступая Спасешь себя И слушающих тебя Значит Спасая себя Ты должен еще и говорить Проповедовать Людям Ближним Твоим О которых Мы уже сегодня говорили Кто ближний Да и тот ближний Который находится с тобой Рядом Живет с тобой Который учится с тобой Ты должен ему Благовестовать Слово нести И своим примером Своим поведением К учебе Отношением К старшим Ко всему Должны видеть тебе Именно христианина Вот тогда будет Все на своих местах Ну я хотел Вот Игнат Тихонович Мне нравится Он говорит Не деструкцию вносить А конструкцию какую-то Вот конструкция такая Вот мы были У всех баптистов И у отделенных И не у отделенных У них всегда проводятся Собрания Есть У них детское Там они играют Там дети маленькие С ними там занимаются Пока идет служение И для взрослых Естественно Служение Там постоянно проповеди У них Еще есть у них Молодежное служение Конкретное Молодежное служение И туда Я не знаю Их заставляют Там ходить Я не знаю Но у них Собираются Я не могу сказать Сколько Ну сотни Сотни Это так точно Человек У на энтузиастов Сотни отроков Ну где-то Начиная Вот Тарас уже подойдет Все Уже вот такие Вот они там И с ними проводят занятия И у них там Очень серьезный Отбор Преподавателей Вот Саша Духа Кстати Он молодежью Занимался Здесь На коммунарах С молодежью Занимался Ну и потом Чем дело закончилось Поэтому отбор Должен быть строгий Преподавателей Чтобы Потому что Молодежи Нужно Особое Благословение Божие Особые молитвы Я не верю Что у нас Никто не молится О наших детях Чтобы Чадо Увидели Свет Христов Наконец-то Они услышали Голос Господа И подбежали И сказали А что это Как вот Геннадий Фаст Когда ему Господь начал На сердце говорить Он Сразу начал Беседовать С родителями И они ему Начали объяснять И он Беседует А что такое Со мной происходит Что Это для меня странно Никогда я такого Не слышал Вот только Один раз Игнать Иванович Рассказывал О Лене Сокольских Как у ней было В 12 лет Когда она К нему бегала Постоянно С вопросами Я первый раз Такой слышал Что ребенок Что бы задавал Ну чем закончилось Вы видите Пока Ну не закончилось Но продолжилось То есть То есть у нас Нет Должного Как бы Должного Преподавания На уровне Молодежи Потому что Они вот так Как допустим Мы сидим И беседуем Слово Божие Разбираем Они так не смогут Понять Разобрать Им надо С азов Начинать Ближе Ближе Того Что Будет им Понятнее И те Вопросы Поднимать Которые Больше Нужны Потому что Мы иногда Говорим О каких-то Таких Грехах И Господь Что им И не надо Этого Вызнать Спасибо Христос Еще есть У кого По этой теме Родители Да Я хочу Вас уже Попросить Не первый раз Прошу Но продолжите Молитву О детям Чтобы Бог Веру дал И страх Страх Перед грехом Потому что Они находятся В школе Не уже там Как свои Кто-то уже Девятый класс Заканчивает Кто-то в первый Там пошел Но тем не менее Чтобы они Не чувствовали Что это свое Родное Что это Это чужое Это мир Который увлекает И повергает Только в ад Других вариантов Нет Молитесь Пожалуйста О том Что был у них Страх Начало Премудрости Страх Восходить Возможности Возможности Нет На дому Хотя бы Собирать Там Их Повзрослее И беседовать С ними Потому что Здесь нет Времени Просто Сами видите Подумайте Родители Это уже Загнавало Мысли Ну уже Пришло время Иначе Потеряется Сегодняшние мысли Идеи Нужно Претворить Жизнь Надо Заботиться О детях Наших Ибо Вот Сын мой К сожалению Нет Его рядом Со мной И мы Эти вопросы Не понимаем Так что Помоги Господи Всем нам Особенно Детям Вникнуть В Слово Божие И Быть Спасенными Всем А Володя К нам Ходил Новенький С вами Он ходит Он ходит В воскресенье У него Работает Он работает Одновременно Учится И работает Медбратом Лен Он был Вчера Медбратом Вот Ну Я думаю Детей Можно отпустить Чтобы они Уже Позавтракали А мы Продолжим Наши А болящих Ну Болящие Татьяна Кузьмишина Объявит Но я Прежде Хочу сказать Дорогие Мои Сёстры Вот Вы Разумеете Немножко Говорили Мы вам Что не Ходите По дороге Да Там Машины Ходят Но Вот здесь Сейчас Вы идете Вот От Комсомольского И до До Храма И здесь По обочине Там Лед Ну Вы идите Тогда Сейчас Утром Нету Машин Идите По дороге Там По обочине Здесь Ну Легко Упасть И Сколько Уже Наших Сестр Переломалось Я Беспокоюсь О вас Чтобы Не Обломались Помните Об этом Людмила О чем Я Постоянно Не Прикрывайтесь Болезнями Что 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 Нибудь Там Ой Где Там У меня Там Пятка Заболела Наверное Я Уже Болею Не Пойду Я В храм Идти Нужно Ползти Но В храм Идти Нужно А Когда Вы Будете Так Прикрываться Болезнью Будете Болеть Еще Больше И Больше И Выгрязать В них Да Вот Раиса Николаевна Еще У нас Привет Без Машины Да Любовь Петровна Болеет И Что У нее Операцию Сделали Вот Когда Это Сама А Сделали Видимо Неудачно И Она Заново Сейчас Вот Готовится Чтобы Камень Вроде бы Там У нее Остался Надежда Ивановна По Львове Не Звонила Нет Не Вы Сами Вы Сами Расскажите Я Вас Всех За Молитву Благодарю И Я Хромая Стала И Хотела Ложиться На Операцию Уже Все Все Анализы Собрала Все Танечки Дмухки Прям Низкий Низкий Поклон Она Договаривалась Все Ну Помолились Нет Помолились Все Мне Совет Пока Не Делать Что Виктор Андреевич Сказал Что У них Должно Открыться После Нового Года Там Я Не Знаю Что Новый Медод Лечения Который Не Инвазивный То Не Оперативное Оперативное Мешательство Это Вот Как Брату Делали Поговорите С ним Насколько Это Болезненно И Насколько Потом Три Месяца На Костыля Приходится Приходить В селя В норму Еще Я Момент Такой Хочу Сказать Вот Сейчас Со мной Это Уже Дважды Было Вот Сейчас Берут Анализы У нас И Бывает Часто Я уже Слышала От Несколько Человек Что Анализы Эти Бывают Недостоверные Недостоверные Нет Просто Да Просто Вот Красным Красной Ручкой Мне написано Там Срочно Пересдать Гемолис А я Давай Меня это Поразило Я Давай Искать Что это Такое Да Как это Еще На ВИЧ На ВИЧ Сдавала Представляете Это Страх Появляется Чего ты Больной Вот А Таня Приехала Танечка Дмуха Приехала Утром Семь утра Взяла У меня Анализ Отвезла Свою Эту Анализ Хороший Простите Может я не должна Была Женщик Пересдавали Не пересдали И все нормально Так Еще О болящих Брат Без маски Уже Сегодня Слава Богу Да я Не о себе У меня Это как Ну там Все Зажило Как на Собаке Вы Сняли Слава Богу Татьяна Новикова Помните Такое Еще Помним Я Разговаривал С ней По телефону Ты Звонил Да Я Звонил Как раз В общем Она Передает Вам Всем Поклон Говорит Что Она Всех Нас Помнит Всех Нас Любит Вот Я говорю Ну что Ты Не появишь Не придешь Она Меня В гости Пригласила Но Господь Не Получилось К ней Приехать Она Говорит Молитесь Обо Мне Как Здоровье Это Ну У нее Знаете Что Сняли Группу Не Сняли Она Носится Везде Все Как Здорово И Стройка У нее И Дети Везде Везде Живет Полноценный Нормальность Здоровая Жить Да Это И Правильно Чем Вот Я Самый Больной В мире Карлс Банка Варенья Коротка Печеньев Конечно Только Сляжешь Умирать Нужно Стоя Не Лежа Это Меня Конечно Порадовало Но С другой Сторон Она Говорит Помолитесь Обо Мне У Меня Духовная Болезнь То есть Не телесная Не рак Она Это Даже Не Помню Я В чем Это Выражается Духовная Болезнь Начинается Переформатирование Слава Богу Вот И Она Так Знаете Говорит Ну Все Мы Духовно Больны Я Говорит Ну Сразу У нас Как Я Говорит В чем Выражается Твоя Конкретно Духовная Болезнь Ну Все Она Сразу Все Все Ну Немножко Горды Немножко В прелести Немножко Немножко Бесноваты Ого Я Такой Ой Ну В общем Вот Есть О чем Молиться Почему Она Не приезжает Почему Она Сама Почему Не приезжает Ну Вот Немножко Горды Немножко В прелести Немножко Бесноватые Наверное Вот Три Альмета Может Тут Надежда Васильевна Лучше Знаю Почему Она Не приезжает Погромче Для всех Я тоже по телефону С ней разговаривала Она говорит Я сейчас Вожу родителей Отец Ослеп На один глаз Совсем А другим Совсем Плохо Видит Мать Очень больна Но всегда Ходит в церковь Поэтому я Их Каждое Воскресенье Субботу Вожу в церковь И поэтому Я не имею Возможности Прийти сюда Но 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 Правильно Говорит Молитесь О моем Духовном Состоянии Совершенно Правильно А Телом Да Телом Она Лучше Себя Чувствует Есть такая Поговорка Едем Достанем Каждому Свою Каждый Выбирает Вот Айтина Патерина Про Тебя Говорит Мы Привели К Источнику А вот Захотят Пить И не захотят Будет жажда У них Или нет Это уже Их дело Ну и здесь Так же Она пришла Увидела Знала Знает Что здесь Ну как бы Насильно Мил не будешь Выбор за ней Хотя она Прикрывается Тоже болячками Вот Химиотерапия Уже Химиотерапия Год назад Прошла Два месяца Прошло После химиотерапии Волосы растут Все нормально Уже Слава Богу Бегает И силу Пожимает мою руку Мне уже больно Даже От ее Рукопожатия Слава Богу Рука-то горячая А тут Болячки Ну там уже Все давно Уже прошло И нет болезней Уже И химиотерапия Уже прошла Все И все Прикрывается То есть Тут и духовная И И телесная Уже Болезнь Вместе Ну Молиться надо Конечно И может быть Даже посетить надо И вот она Пригласила в гости Так сходить все-таки В линии один Сходить Возьми сестру Какую-нибудь В заем сходить Это будет лучше Давай сходим Так что Она ближний наш Ближний Надо не беспокоиться О ее спасении Да Никто не написала Я забыл Что Сегодня Отъехали Они С семьей В Новосибирск Там Будет Ник Вучич И вот они Туда поехали Как бы Воочию увидеть Чтобы дети Увидели И чтобы Вот Это была Мотивация Что Не нужно Опускать руки Ни в какой ситуации Здесь 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 Алексей Наталья Виктор И Как приедут Все знаете Не Ну молиться Еще неделю Я поблагодарить всех Хочу Благодарю вас Братья и сестры Силы пребывают Слава Богу Валянуйя И Мерзну даже Временами Перестаю Бывают Дни Когда Вроде бы В доме Прохладно В доме Прохладно А мне Жарко Спасибо Христос Даже Вот срыв был Сейчас Пробую Пищу Разную А тут Не угадаешь Вроде бы Ложечку Попробуешь Одну ложку А последствия На два На три Дня Но Даже Впоследствии Это То есть Рыв бывает Но Силы есть Слава Богу Аллилуйя Слава Богу Спасибо Христос Спасибо Христос Потому что Вот Онкология Онкология Сразу Все Уже в гроб Ложатся И все Заранее Уже умирает Вчера На Сайте Доктор на работе Информация О том Что В Питере Есть В Санкт-Петербурге Есть такой Доктор Который Работает В НИИ Онкологии Имени Петрова В Санкт-Петербурге Он сделал операцию Удалил 70 метастазов Злейшей опухоли Остеогенной саркомы Легких И Это Занечина До одного Пациента И После Еще проведенного Химиотерапии Уже Два года Человек живой Работоспособный Назвращен к жизни Так что Иногда На руках Врача Бывают Я тут Задался целью Но У нас же Сейчас будет Пост 28 числа Во вторник И Раньше Как-то В магазинах Делали хорошую Скидку на рыбу Ну а тут У меня родители Приехали Ну и я понял Что мне надо Где-то рыбы Там много брать Отец Они долго будут До весны И пост Большой Считать Три недели Можно Там рыба Идет Думаю Как бы это сделать Ну по магазинам Поездил Разные Ивашаны Везде Рыба Дорогущая 270 Горбуша 250 Так и те даже Уже не думают На Горького база Да И вот Короче говоря Я тут и с Игорем Созванился Думал он у нас Передавить В этом плане Не передавить Не любит рыбу И вот На Челюскинцев Челюскинцев 115 По 15 килограмм Продается Горбуша 184 рубля Непотрошенная Если кто хочет Потрошеную 179 Еще дешевле 175 Даже Поэтому Если сестры Кому-то надо Она же там По 15 килограмм Это много Если кому-то надо Я могу на себя Взять такую Благородную миссию Закупить Сколько надо И По сколько Кому рыб Развесить И Вот так Они в мешках Таких специальных И там Где-то по 6 рыб Получается Больших Ну там 2 килограмма С лишним Ну большие Да Но это Самая Маленькая цена И хватит Вот надолго Потому что Там одно мясо Это Самый луч Дешевле Всего Ну там Разные Еще Рыбы Есть Но я Вот считаю Горбуша Она самая Такая Питательная И Там А Да Мне не до этого Я уже взял Чуть Я буду везде Быть Мне хватает И этого Так что Если Желание Есть Поднимите Сейчас руки На вскидку Чтобы я Мог Приблизительно Знать Ну в рабочем Порядке После Раз Два Трожки Да Ага Трожки О Ну все Понял Хорошо Еще Есть у кого Да У меня Слово К телезрителям Игнатия Тихоновича К тем людям Которые снова Оказали милость Для нашей сестры Анастасии Перечислили Денег На ее Лечение Я снова Написала Список Людей Передаю Насте Юлия Александровна Вы не знаете Вам лично Говорю Ваши деньги Дошли Дальше Иван Михайлович И Дмитрий Игоревич Тоже в этом Списке Но они знают Деньги Их тоже Пришли Спасибо Вас Христос Аллилуйя Благодетель Ну а благодетель Всегда молитесь Пускай живут Еще долго Еще У кого есть Ну помните Всегда О брате Сергии Из Воронежа Исите На крыльях Молит Возомного Где не общался Несколько раз Пытался Выйти в скайпе На маму Татьяну Ильиничну Но как-то Не получается Кто-то Имеет с ним Контакт Он как-то С вами Контактирует Нет Не выходит Ну вот Даже не знаю Как они Признали у него Поражение Там другой Сергей сообщил Признали поражение Раком Я желаю Последнее Не говорить Ничего уже не могу Но это я Через перекладных Передаю Помоги Господи На таком фоне Еще есть ли опухоль Это мученик Такой Просто я не знаю Рак меня Изнутри съедает Вот так Написано И Татьяне Раке Татьяне Матери Его тоже Терпение Потому что Рядом быть С таким человеком Столько лет Родной Близкий Человек Верующий А он Еще и Беспокоится О спасении Матери Своей Тоже И своих Ближних Конечно Так что Он след нашей Общины Так что Молитесь О нем Всегда Помните Ну а Раби Дмитрий Из Москвы Толь Помните Я вас Простил В прошлое Воскресенье Молитесь Чтобы Господь Ему помог Избавиться От болезней И чтобы Продолжил Обучение Учиться На вечере В Москве Еще У кого Есть Информация Просьба Погелания Игнать 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 Вам Слово То что Говорили Действительно О больных Я не знаю Чего у меня Сложилось Мемя Что после 60 лет Врачам Не надо Ходить Ну Упал Руку Сломал Тут надо А по пустякам Не надо Пусть Молодых Лечат Если Ты Своим Здоровьем Не заботился Не боле Что Попало Делал Пил Ел Курил Пил То После 60 Тебе Не отмерено Нисколько Вот Польский Врач Пришел К нему Такой Он И говорит А Тебе Сколько Лет Он Говорит 32 Там Неладно Сколько Дед Жил Ну Дед Жил Там 80 Чем То Пил А Ты Пил Он Сразу Отрезал 20 Лет А Этот Еще Курил Я С Малых Лет Еще 20 Лет Отрезал Тебе Осталось Три Вода Жить Мужик Захался А Что Делать Для Что Сказать Делать Когда Ты Все Уже Ресурс Ищерпан Организм Он Не Может Нигде Взять То Что Уже Сожжено У Него Ну И Все Большая Часть Это Мы Несем Благословение От Бога За то Что Болезни За наши Дети Начинает Человек Задумываться Я хотел Сказать Вопрос Задать Всем Какой Грех Люди Делают Чаще Всего И Грех В котором Нет Извинений Никакого Я Говорю Со слов Иоанна Златоуста То есть Каждый Грех Как-то Пытается Оправдаться Ну Почему Ты Жене Изменил Ну Она Такая Там Там Это Такая Ну Не мог Особенно Прельщает Женщине Певицы Музыкант Сейчас За работу Идет Не Оставайся С певицей Наедине Дабы Не Прельститься Прелестями Ее Не Написано С дояркой Не Оставайся Ну Так Тысячу Лет Назад Было Сказано Оно Так И Есть Я С этой Темы Тоже Коснулся Почему Воровал У тебя У тебя же есть Есть У такого Нет Поэтому Угнал Машину А вот Грех Какой Делают Люди Больше Всего И В нем Зато Узговорит Никакого Извинения Вообще Нет И Давайте Проиграем Эту Ситуацию Какой Грех Подними Тонку Кто Знает Ладно Опусти Набрался Ты у нас Кто Лично Знает А может Как раз Этот Грех В тебе И сидит И ты Не Знаешь Его Сейчас Выбросить И никогда К нему Не приближаться Это Осуждение Вынесение Суда О ком То Вот Патриарх Встретился Там С Франциском В Гаване И сразу Два Беса Встретились Как Земля Не провалится А кто Их Причислял К бесам За что Что То он Сделал Нет Все Там Монахи Взбунтовались Но Не поминать Это тебе Никто Не заставит Ну Ты сам Понимаешь Какая Характеристика О Путине Кто в интернете Не бывает Может быть Не знает Регкой Идет Особенно В 18 Году Перевыборы И его спрашивают Он говорит Не знаю Буду ли Я уже 65 что ли Лет Там уже Все А люди Никак Если его не будет Тут война Она Заедя То другое А поносит Высказать нельзя Как Ну а куда же Деть такое Говорит Не поноси Не злословь Начальствующего В народе Твоем И когда Павел Сказал Стена подбелена Он правильно Сказал Наружно Ты подбелена Внутри Одна грязь Злословишь Начальствующих Он сразу Я не знал Братья Что он Первосвященник А почему Первосвященник Один На всю жизнь До конца Как патриарх А тут Они Сделали Ее Покупной Должностью Их сидела Несколько Какая Панна Сколько Сидела И он Его не знал А Павел Только приехал В путешествие Он действительно Не знал Лжи Никакой Нет Об этом Начальствующих Ты сам Определи И потом В народе Твоем Как будто бы Разрешено нам Барака Обама Называть Сатаной А свое Ни-ни Наш святой С ним Бомокруг головы Вот Зачем Златоуст Говорит Зачем судишь Сытый Обутый Одетый Сидел И при том Совершенно Бесполезно Тот украл Я пользовался Там В палу Прелюбоняни Какое-то Наслаждение Там Или что-то Имел А здесь Ничего Нету И ничего Нету Почему Яков говорит Не судите Прежде времени Никак Запятая Ибо вот Судья С большой буквы Стоит у дверей Я А тебе Говорил Никого нету Мы двое сидели А тот Открывает дверь Да я слышался Ладно Не беспокойтесь Это уже Не помогает Уже я знаю Он недружествен Ко мне будет Я первый Показал Что Так А вы Сами Его злословили А где Покажите Я могу Сейчас Вот выйти В Барнаул И сказать Скажите Кто писал Письма Такие Обличительные Патриарху Пимену Ни одного Не найти Ну а кто Алексеев Второму писал И не один раз О всех бедах В церкви Кто Может быть Кто-то А кто Кириллу Ну тут Может быть Много уже Я писал Всем Кто писал Хрущеву Покажите Встаньте Кто Брежнева писал Вован Я всем писал Меня В горком партии Тут не раз Вызывали Это ваше письмо Сколько бы вам Пользы отнесли Если бы вы были с нами Ну я говорю Нельзя так жить Мы же видим Государство-то Развалится Оно не может быть Оно все так и случилось И когда случилось Я в Потеряевке Осенью уезжал Там был Так приезжали Тут из КГБ И кого только не было Тот Который вскоре Станет генералом А почему А там рядом Главный зоотехник Бон приезжал Игоним Валерий Григорьевич Богатырь И он говорит Ну в прошлый раз Мы приезжали Вы Вы сказали Что племянник Какой племянник Это с Коевого КГБ приезжали Спрашивали Как Вот в Академгородке Какая власть Должна тут На племени Как А я все политические Системы мира В армии изучал Я говорю Что-то среднее Между Светским Шведским И Показал в Австралии Вот А где среднее Тут надо посмотреть Вот тогда Чтобы оно Не падало Не развалилось Союз бы остался И Не было бы этого Злодейства И принесла бы Партия покаяния И церковь покаялась бы За Связь С властью И прочее Я писал Писал В книгах Которые Подо мной Есть такие Выступает Патриарх Алексей II Интервью Он Вопрос-ответ Вопрос-ответ Я посчитал 62 вопроса И я их полностью Поместил в книгах Как Вопрос Как он ответил И как надо было ответить Тогда был Метрополист Смоленский Калининградский Кирилл Гундяев Будущий Патриарх Я точно так же беру 60 вопросов Которые Задавали ему И ответы Помещенные А рядом А надо было Ответить Вот так Адриан Старообрящий Метрополит Точно так же Было 55 вопросов Примерно так Козлов Самый знаменитый Баламросий Юрасов И все вопросы Я тебя разбирал И вот в этих книгах Они помещены В среднем Отвечают Ну примерно Одинаково Они 6% Правда Остальное Неправда 6% Правильных ответов Никакие академии Звания докторов Богословия Не помогут И при том Здесь у меня в книгах Теперь начинают Такие люди понимают Я не просто говорю Неправ Я разбираю по фразам Вот как сейчас Иларион Алпеев Какая парадигма Я полностью разобрал И все Рассказываю Он неправ И почему неправ Почему Когда он наступает Среди мусульман Задают вопрос А как так Ну у нас Бог один Патриарх Когда был в Америке Среди евреев Алексей И сказал Ваш Бог И наш Бог Мы одних порохов имеем Это действительно так Ветхие заветы Новые Но мусульманские Это нет Он разве этого не знает Нет Аллах Это не наш Бог Он по другому Другая лища По другому Ему Христос Не Сын Божьего Не является В Троице Ничего нету Общего Нету Люди не понимают Это очень подробно Данил Сысоев Я не побоюсь сказать Святой священномученик Никто так открыто Так много Об этой теме не говорил Я разбираю Не сужу Хотя написано Руку у тебя на Златоуста Какая польза Что ты говоришь Про Сталина много говорили Ну вот Прокурор Тайского края Гущин Выпустил небольшую книжку И описывает А маленькая девчонка Девушка там уже Ей 16 лет Ей 16 лет Кажется было Людей-то забрали А теперь Они одни Они на покосе Лошадей конфисковали Там На быках Ну бык-то Кто знает Какой он упрямый Это бык Да пауты еще А возить надо Сено волокуши Срублено там сделано Не колеса А волоком На ветках Дерево Подтаскивать Они не идут А бабы-то возьми И скажи Они привыкли к мужикам А ты бабы Они же матерятся Ты заматерись Они пойдут Совет-то Если по ихному То-то правильно Главное Чтобы работать Надо И они пойдут Почему А здесь рядом Сатана стоит Она девчонка Еще не знает Чем это кончится Ну вот Сколько тебе лет Восемнадцать Восемнадцать А тебе Шестнадцать Вот такая девчушка Когда сказали Так это же грех тебе будет Настя там или отписан Она говорит Грех тому Кто заставил Работать нас Воскресень А Второе Августа День порога Ильи Все боятся Если ты делаешь Что-то в это время Метали Сено-то А тут тучи Бабы-то Стало спускаться А белые большие Деревянные делают И внизу Заостряют их На ручку Чтобы воткнуть землю И поднимать Кверху И поставили здесь Она Стала И прямо на них Села И через Натрон Рухнула на это И люди Передают друг Другу И боятся Пусть Сталина Распослал Ему это Будет И кто-то Пересвистну Она пришла Там огурцы Поливает Ничего не знает Тут быстро Все с района Приехали Забрали ее Она беспокоится О том Как ее сестренки Которые ниже ее А родителей Нет Она одна Постарались Уже очистили Отец ушел На фронт Это все написано Прокурор край Я не могу не верить Он по делу Показывает все Гущин Рядом у нас Алтайский край Заседание Приговорить К расстрелу И расстреляли Сколько бы она Еще нарожала Сколько бы она Добра сделала И таких-то Сколько было И покаяния нет Я об этом Властям и говорю Покаяния нет И в патриархии Покаяния нет Есть такой фильм Показывает Про Давида Когда он маленький Играл И вот Янафан Сыновья Саула Здесь И он его не почтил Не благословил Саула Пришел Тогда сын Один Саула И говорит А он не настоящий пророк И какой не был Злой Саул Он повернулся Стоит Если он не настоящий пророк То я и царь не настоящий Он меня поставил И сегодня Если вы На патриарха Что-то говорите Вы не забывайте То есть Против всей патриархии Что Она была безблагодатная Таинство Насш батюшка Там рукоположен У нас ничего нет Тогда Один обман Вы дальше идите А старобрядцы Еще больше замешаны А кто говорит И священник Глеб Якунин Перед кем открыли Все эти Протоколы Тайные Когда выявляли Какая кличка У них Как они сотрудничали Старобрядцы А баптисты Еще больше нашего Он работал Он работал там Работал Специально назначенный От думы Он депутат Верховной думы Нашей был Эти люди Которые говорят У патриарха Алексея У него кличка была КГБ Дроздов А почему А он Диссертацию Метрополитии Филаретии Дроздов Делал у нас Соискание Кандидатской И мы решили А этот Этот Михайлов Который сейчас Бундяев То есть Всех Узнали А как узнали А кто в это время Наш представитель Там-то На той-то Сессии Они сразу Раз-три Кто из них А теперь на другом месте КГБ А они свои смотрят Ага Наши ездили Как раз в Германию А вот они Все уже выявлено Но сказать надо Надо Сказать надо И сказали Дальше не иди Не бери на тебя Тот груст Который Тебе не давал Бог Я беру за основание Первое Корейфином Четвертый глав Пятый стих Не судите никак Прежде времени Доколе не придет Господь И не осветится Крытое во мраке И тогда каждому Будет похвала То есть Ни канонизации Ни анапима Никак Потому что Мы не знаем Чем человек двигался Вот вчера у нас там Чуть ли не спор Разгорелся в интернете Выступает Я нигде не выхожу Ну на том сайте Страница Или как Сергей назвать Изучение писания идет у нас И вот начинает Можно ли нет Давать взятку Можно ли нет Где-то ложь допустить Ну я гляжу Кто-то выступил Там Новый пришел И говорит Ну вот значит Где-то как-то можно И вроде Игнатий Тихонович Латкин говорил так Но не знаю Я не встреваю Но тут я обязан Наоборот Нигде и никак Всякая ложь Самая маленькая Она дьявол Он отец Отец лжи Это его бесенята уже Если ты лжешь Сатана уже в рот залез Я видел Как дух лжи Вошел в вас Он не рядом Уже вошел вовнутрь И он человек В то время будет лгать Лгать Это ужасное состояние Человек может Не может Это нельзя выйти из этого Это должно быть Страшное такое Буквально на истребление Борьба с сатаной Призывать других Чтобы были А они не звали И поэтому Обостили Ахава Он пошел на кровь Он говорит А я вижу Что блудница будет Омывать твою кровь А ему было все открыто Я говорю о том Что может быть В жизни нашей Каждый раз А можно остановить Сказать можно А остановить Игнатий Бринчинов Говорит Не подумай Остановить немощной рукой Этот поток Тебя просто смоет Но сказать мы можем А почему Если ты услышал А тебе говорят плохо Это опять же Серахов говорит То не спеши Там все точки расставлять Ибо ты сам за собой знаешь Ты тоже не раз говорил О ком-то Очень хорошее лекарство Припомни Не судите прежде времени О том чего не знаешь Что плетется по дороге нищий Ты о нем от жалости рыдаешь Он же прячет нож за голенищем Не суди о том чего не знаешь Что лесо суровое А брата У брата Он ночь проплакал У него душа Мега как вата Надо сказать Надо Если ты промолчал Грех Этот твой будет Господь говорит Он погибнет А его кровь Я отзычу с тебя Из Икииля 3 18-20 Сказать Но прежде чем сказать Ты помолись Я с кем беседую Знаю Я говорю Ты знаешь Это знаю А ты молился Именно об этом дели Нет Ты писал патриарху Или Путину Нет А как они узнают Что они не такие Или ты что Сегодня тебя не арестуют Не убьют Два беса встретились Понимаете Никаких граней Уже ничего нету Человек зашел Если я достучусь До всех Ну Может не до всех Знаете Обличать надо С доводами С местами писания Чтоб самим Не быть виновным Ибо молчанием Предается Бог Но молчанием Каким Ты все это разбери Не успеешь сказать Уже в ответ Слова летят Ты мне надо созреть У тебя голова Как прорезанная Не шел Где просто сыпется Ты дай Этой мысли созреть Подумай И попяться И вдруг ты узнаешь За человеком Такое Сколько Да мне ли говорить Когда ничего Этого не испытал Ты сначала Пройди Споткнись А те камни Где он был Пройди Те печи Где жарили Где замораживали И тогда ты поймешь Вот интересно Канон есть такой Ну вот у нас тут В общине Староста Там есть Я староста здесь Но еще я и попечитель Попечитель Это очень редко Официально Избранная Это человек Который Ну испытал Узы Там все такое И ему дается Право Только ему Заступаться За тех Которые отступили При гонениях При обучениях А он отступил Он идол Он принес Тогда сильно Это было Во времена После Деки После Диоклетиана И церковь Внесла канон Заступаться нельзя Он пал Но Облегчить их участь Было такое Канон Отлучали на 30 лет Когда он перешел Стан врага И показывал Где скрылись христиане И выдавали И их казнили В советское время Его повесили Расстреляли Сотрудничал с фашистами И вот здесь Ему дано право Ходотайствовать Перед еписком За этих Которых отлучили Там какой Эпитемия Там 12 По Григорию Некий Сарийскому Правилу Почему Они были Как раз у того Палача Где я был Вспомните Отец Арсений Как его допрашивали Книга Как он его пряжкой бил До потери сознания И Ты не был там Ну я бы Не торопись Я не успел сказать А ты уже был бы Не был Ты не был там Не был Ты нигде еще не был И ты не знаешь Что бы ты делал У нас в армии взяли Юношу одну Вот ее брат И Тони теперь Давыдовые дети Там тоже взяли Он у меня был Мы записали Этот ролик Он уже выставлен Как я Не сопротивляйся нигде Эта машина Тебя сомнят И раздавит Свои повесят Еще Удар в сердце А тут инструкции дают Когда допрашивают Они свои солдаты Несут Удар в сердце И сердце остановилось И что Сердечно недостаточно Один удар Это все Напечатано В аргументных фактах Как они его били Он бежал И где-то Лет 7 Наверное Скрывался По подвалам Где-то Грузчиком работал И теперь Какой-то совет Или кто В армии Ходотайствует Совет матерей И он там Пришел У него там Около 12 болезней Только нашли И прочее Ну и теперь Конституция Это и на нем Закон Он должен пойти И сказать Я дезертир Он пошел в военкомат Сказал А в армию Он уже не годный Я говорю Ты вот сказал Какой-то А старичок считается Полгода прослужил До него Старик Если бы В суворовской армии По 25 лет Служили 25 И стариков Ни одного не было Молодые берут туда Они втроем За ним ухаживают Это вот так делать Вот так столь Тут так То есть Это Возможность быть Отцом для него Сегодня нет Только заходит Хоть в камеру Хоть где Все Стирай мне носки Стирай трусы Постирай Не уводит тебя Ты умеешь стирать И он отстанет Другого видит Другой восстанет Не восставай Так они будут Год Один год Всего лишь год Сколько не вернулось Сейчас говорят Больше 2,5 тысяч Каждый год Самоубийством В армии заканчивают А кто его В петлю затолкал Так он только что Звонил по телефону И прочее Вот в Израиле Я смотрю У них там Спросили А у вас тут есть Дейдовщина Здесь Нет Почему Это очень дорогое удовольствие Каждому телефон Кнопку только нажал И сразу сигнал И тут же сразу приезжает Паркул Вообще где он Не надо не говорить Ничего Вот и в кармане Нажал его Дальше будет разговор И этот человек Который притеснял Другого Исчезает И больше его нигде нет То есть где-то он Вот как Как они сумели сделать Это спрашивают советские Потому что там советские Приехали туда И там в армию берут А там одинаково служить Тебе служить Ей женщины Девушки Все служат Всеобщей воинской Их мало Поэтому так они И они А надо может Ни одного завалить Сделать Вручном В рукопашной даже Я говорю Никакой никакой нет А потом все-таки Где-то проговорились Следуем за Христом Название секты Так Следуем за Христом С бородой Женщины Платье до полу Но все без плотка Потом гляжу Это у них Только Ну за зрели Все на храни Видела И он ходит по горам Какую-то песню одну поет Песня там Баптиистка бывает такая Но он Именно вот этим Берет Там посещение За миллионы А ничего нет Человек выходит И мне пришлось Давать Рецензию на это Нигде не было Что пение Было впереди проповеди Никогда Идите и проповедуйте Не сказано Идите и пойте Как баптисты Сейчас хор приезжают Потеряют Что там петь Этого не было Почему Потому что И в церкви Хор где-то сзади Наверху И вот там Никто не видит На клиросе Закрыто Это теневой Павел В темноте Только пел Когда свету не было И потом Стражник прибежал Светильники зажгли В темноте А узники слушали Все Он не может Никуда двигаться А дальше Слово продлил До утра Слово Проповедь Открыто Перед всеми Ну надо просто Писание знать И ты увидишь Пение Не отдается Главное место И притом Не понимают Псалмы и пение Псалмы и песнопение Духовное И через Е Это другое совсем Ну а сектор Так называют Перед тобой Огромное поприще Как это сделать Но ты должен Сказать Они не церковь Нет церковь Самое главное Они хорошие Они лучше нас Они проповедуют Они помогают Друг другу Хорошие семьи Много ребятишек Не церковь И все остальное Осталось на этой стороне Почему А нет Только положи На днях Мне такой же вышел Один Из Израиля Там других А тут вышел Из Барнаула Первый раз Рядом У меня вопрос Вот я знаю Как нас нашел Слышал А я вижу Он не вопрос задает А получает Получает Чтобы Вот икония была Чтобы мы Божьей Матерью не молились Там Я говорю Вы наверное Знали С сектантами Нет Нет Ну у вас Очень набитая речь Вы ровно идете Вы вопрос задайте Можно ли поклоняться И молиться святым Все Вопрос закончен Если не это То у меня времени Нет выслушивать Вы неправильно Понимаете Он опять А Малик Опять восстает И расстались По хорошему Ну может быть Еще зайдет Притом Совершенно неожиданно С кем-то побеседуешь Только один раз И человек обращается Мы вышли оттуда С женой Говорит И с вами Еще пять человек Вышли от Баптиста Сейчас православная Нынче какой-то Особенно урожайный год Вот такой Вот в Израиле Я рассказывал Как здесь С разных сторон И вот Харальковская То увидите Ну И главное Что В близких Там где Которые у нас Известные Отступники И они Куда все Лепатся Когда ленту Начинаешь смотреть Нас никто Не спрашивает Пока мы туда Не выходим К нам приходил Андрей Один из вторых Брятцев Помните Марков Он тут Хотел Сладкочек А мать Жена его Стала ходить А она работает Бригадиром Штукатуром И подделась Тут и помолилась Но когда мы Ей объяснили Что у нас Ничего не будет Он никогда Тут не возьмет Нашу сестру Это не будет Он и заявление Писал И он не пьяница И за потеряевку Там и навоз Выкидывал Нет И сколько он не бился Нет И он обратно вернул А наши ребята Которые пошли Их никто не спрашивал О них Могли спросить Мы находимся рядом Мы им даем характеристику Это значит Как Лишь бы нас было больше А чего больше То Не ко множеству Бог благоволит Большинство там Где Бог И он вернулся обратно От нас Допустим Старобрядцев Больше тысячи Злоек ушло Он Буянит Или что-то Писание Не занимается Горитива Только Старобрядцем Барнаульский И они туда Сразу свалились И теперь Почерк Довольны Ничего там не надо Сидеть Вы сами Смотрите внимательно Я не хочу сказать Что сужу Я просто говорю События как были А можно без лжи Обойтись Можно Я даю пример Женщина 50 с лишним лет Первая рода Первая рода Тяжелейшая Ребенок мертвый И теперь Врачи не знают Сказать ей В этом состоянии Что с ней будет Она умрет сразу Она не выдержит Пусть она Подправит здоровье А потом сказать Ну ребенок Теперь уже не живой Верующий христианин Оказался Это написано Доктором Артонсеном В двух томах Христианская нравственность Прекрасно Его выпускали православный Хотя он и не православный И он говорит Нет Если правда может Убить человека Пусть он умрет Другого ответа Не должно быть Сейчас как будто бы Я слышал Не стали врачи Прятать болезнь Как говорить стали Раньше-то нельзя было Говорить что у него Раньше-то нельзя было говорить По-разному По-разному Ну за границей Все говорят Сразу же И он знает Как лечиться Дать завещание Какое Но это и так правильно И к смерти подготовиться надо Я попутно О этом все говорю Вы слышали Пересночение Дмитрия Хворостовского Знаете? Да Вот он умер Последнее завещание Какое его было Слышали? Да Знаешь? Прах развеет Кремировать тело И разделить на две части Одном воскресе Другую в Красноярске В Красноярске Перед этим он говорил Интересно Интересно И говорит В Бога я не верю Никакой загробной жизни нет И с этим умер И все равно будет отпевать Бога нет А при этом спрашивал Да за что же мне такое? Что я такого сотворил? Ну самое интересное А что сотворил? Какая у него болезнь была? Он несколько лет болел Опухолью головного мозга Опять же Черная заноза Как я написал Сейчас смотрят Черная заноза Этот Задонова Он хулил Этот не хулил У него не было Просто песнопение Был хороший голос Брал там премию международную Ни слова нет Нету Но вот Его такое завещание Христианин православный Это официально Он не может Дать разрешение Чтобы кремировали Его отпевать не будут Это решение Всегда было такое Но патриархия Отдельно вынесло решение Совсем недавно Так что Вот и весь сказ Он не верит в Бога Но что интересно Когда человек умирает Бывает В это время Он совершенно глухонемой И бывает Глухонемой И вдруг заговорил То есть этот Вал вдруг убирается И у него какой он там Баритон был какой И у него звонит Тут один артист И он говорит Прямо в этот день Когда умрет Я говорю с ним У него говорит фальцет Голос намертый Ушел Все навсегда Тебе был дар Именно дар Не голосовые связки Ничего Дар был дан Я тебя звоню По телефону Он фальцет Да скажи так Ты же всегда говорил Да Я борюсь со смертью И везде Как долго он боролся Со смертью Ну почему не сказать Что с ней нельзя бороться У ней выигрыш Он заранее известен Как он боролся Со смертью Все это выступает И сразу Вот это очень интересно С баритона С баса Пальцет И его нету Это не его голосовые связки Голосовые Которые сейчас он сказал Перед минуту уже перехода В другую вещь Сейчас ему удается понять Кто ты был А это был дар Данный дар И как ты воспользовался им Вот это тоже надо помнить Не гордиться Что тебе дано Бог провел рукой Встал Нигде ничего нету Как будто никогда и не было И другой случай Ну вот за ним гонятся И один Ава Солгал Неправду сказал И спас Нет Неправильно говорите Как раз по другому было Он забежал к нему А он очень известный был Проповедник Сказал за мной гоняться А у него тут вешалка Откуда двери Висит одежда И он за одеждой его поставил Когда постучали Вы Такой не забегал Он дверь открыл спокойно Кто? Они дверь-то открыли И дверь его еще и закрыли Он прям опластил Дверь Шарнир с этой стороны Я вам что буду говорить Смотрите сами Комната моя здесь Ну они прошли туда Вышли Извините Они ничего не смотрели Ну для галочки Что осмотрели Ушли они вместе Давай молимся То есть Солгать Если ты найдешь Вот когда у меня суд был Вот он рядом Вот здание Здесь и за ним Марина там у нас работает Музей кажется История искусства Еще как-то там Литература Литература И выступает Один Геннадий Пас И говорит У православных Есть ложь на спасение Но Игнатий Левкин Как раз этим отличается Что он вообще Не признает никакой лжи Хотя бы тысяча человек погибли Никак А как Я знаю другое будет И Бог это сделает Вестхозаветняя Разрешалась Из золотого села Восхваляет Раф Она солгала Что Солгодатая Тогда отпустила И она В почете Тогда разрешалась Сегодня нет Сегодня нигде нет Почему Открыл Теперь Нужды никакой нет Дьявол сражен А ты его вызываешь И Этим пользуешься Никак Относительно Поездки брата Ник Вучич Вчера мы стояли В коридоре Сколько Я его уговаривал Уговаривал Я не буду называть Кто Но я детям обещал Ну что ты же хозяин обещал Что это Удавка на шее Не езди Дорога скользкая Дети туда 250 километров Обратно 250 Ты детей Ты как расстричьешь И что там Там же не зверь В клетке сидит Показать Сегодня только открой Где он выступает Где бывает С папой римским Встречается Ник Вучич Калека Ни рук Ни ног Нету Там ласты какие-то Почему Он один такой Президенты Его желают видеть Миллионная аудитория Почему Он достоин того Но ты Придешь туда Где столько народу Сейчас там А дети видели Да конечно Разве все Что узнаем Видишь Где-то в интернете И ты как будто Там был Как крокодил Пожирает бегемота Или бегемоты Крокодила Как лев Там Косули тянет Но ты не можешь Поехать туда Там все Так снято Просто смотри В Иерусалим Ехать не за чем Мне прислали Я не знаю Может быть 103 фотографии Отличнейшие И разбито по папкам Да нет Не 300 Там много больше Ехать не за чем Мне сколько раз Бесплатно Предлагали Приезжали Звали Не за чем Я сколько брата Не уговаривал И никак Поэтому помолиться Потому что То что я говорил Это не мимо пройдет Детям ты никогда До конца Не угодишь И что они запомнят Они же через месяц Я говорю Новые события Будут наплывать Не идите на поводу У детей Это не то Что я посмотреть Хотел В огороде Где-то Это сотни километров Туда Немножко вот О самарянке Самарянине сказать Одно хотел Предложение Когда спросили А кто ближний Ну только сказать Самарянин Ян Златоус Обращает на это Внимание Даже слово Самарянин Произносить Было противно Правоверному Иудею Одним словом Кто ближний Из этих Трэй Самарянин Никак Это предательство Своего народа Это выходит Я ниже ставлю Священство Какого-то там Бактиста Или коммуниста Ставлю выше Все это было Златоус Говорит Это по злобе Он не мог сказать Оказавшему Милость Я даже представляю Как он Обычился Как смотрел Ну надо же сказать Вопрос задан Иногда они отвечали Господь говорит Что творить Субботу Добро или зло И они молчали Иногда говорят Господь все ласково Говорил обмануть Если вот там написано И воздалел на них С гневом Это Иисус Христос Скорбя в вожесточении Сердец их Мы должны видеть Доброе везде И оно есть И на этом добром Козаке видим Вот сейчас Тоже Попутал скажу Материал Выставил Священник Андрей Ткачев Такой очень известный Я Опасаюсь его У нас не было ни встречи Но я Смотрю как Мне не дай Бог Попасться ему где-то И он священник Я не могу Но если он Ой-ой-ой И он выставил статью Про мусульман Сегодня Я ее сразу Выпрыл до ошибки И выставил в интернет Везде Насколько правильно Он сказал И он дает аналогию Вот смотрите Приехали какие-то пастухи Приехал кто? Яков Но верблюдах Презираемые Потому что пастухи Презренные в Египте Ну вот они размножились И теперь Теперь строителями стали Они строят Сама Делают И теперь Разговаривают с Богом Но у них был Бог Они получили заповеди от него Теперь они пошли Он подробно разбирает Вот так сейчас Эти все туркмены Узбеки Эти кто они пришли? Где они? На дорогах везде все работает А приехали где? Как пастухи Они не знали куда сунуться Это вся Европа уже заражена В некоторых местах Уже 60% там мусульман Это ясно Это ясно Что мир приобретает Другое лицо И дальше Дальше они будут Путешественниками Воинами И Бог Повелевает Убрать те народы Которые у них работают Мусульмане с нами Сожительствовать не будут Это дальше перечисляют У них есть вера Подробно Как во что верят Они везде приходят Ну вы знали Нудисты Нудисты Они там загорают Мужчины и женщины До года раздеваются Они узнали Францию Они все взяли кинжалы И пришли Так Одеться А тут кто такой Одеться Зачем вы срамите Сами себя Каждый мужик Кинжал вытаскивает Одеваетесь или нет Все Одежду нашли Оделись В Англии Заходит Она без платка Продавщица молодая А почему ты Сестра без платка А кто вы такие Одень платок Она В своей воспитаннице В этой Директорисы А кто это Она вышла Она ничего не стала говорить Зазвала ее Надень немедленный Все Она надела Она знает Ходу ей не будет У них Говорит о женщине Заботится Отец Мать Чтобы она одна Нигде не была Не ходила Не встречалась Братья Сестры И если есть дети И дети забудут Его 16 лет Берут интервью А если она с другим Заражу Мать Ну если ты узнаешь Что она А ему же нет Он погиб Сестренка теперь такая Заражу Все И он говорит Вот То что они говорят Мы не все принимаем Но то что они Заботятся о женщинах Пересчитывал родные Близкие Все заботятся Что она девственница Вышла замуж У нас никто не заботится Она сама Где хочет там выходит Все заборы обтирает Какая она выйдет На то верующие по другому Ну они говорят о Европе Которая потеряла Христа И подробно все Разбирает У них нет молитвы Где вы видели верующих Они казнят Христиан Они не должны трогать Только налог накладывают Там Джида своя какая-то Там есть Закят Это Для своих И что Ну то есть Смотрите Аналогии Говорят Я провожу дальше Дальше они Параллельно С нами не будут жить Они смотрят Как мы живем Что имеем Не работают И это ему Израиль Когда зашел Бог сказал Вот города Которые вы не строили Вот дома Которые вы не строили Виноградники не насажали Убивайте Заходите Живите Это нас ждет Аналогия Он просто по частям Показал Что сделал Израиль Когда входил И что сделает Эти Их уже больше Он сегодня Кнопку Как и нажмет Вы ходили на Новый год Видели как они ходят Куча Они по одному не ходят Даже мужчины Никак Вы где видели Чтобы русские люди Вместе собрались Две тысячи мужиков И пять раз в день приходили Хотя бы одну неделю Так молились Каждый день Не по воскресеньям У нас воскресенья некогда Не было За две тысячи лет Нигде А у них Везде Мы говорят Не на равных Они на нас смотрят И по их мнению Справедливо Вы безбожники Вы хулиете Бога Вы творение Его И поэтому Он смотрит на свое тело Как на то тело Которое должно Преображено в Аллахе Быть в вечности А здесь Православным За рубежом там еще Католики говорят о вечности Какая вечности Ну царство небесное Да бросьте вы заливать это Не верите И поэтому нам с ними Тихо Даже не придется Мы еще в пути Уже белый флаг поднимаем Мы проиграли А как Вернуть Христианское Как-то он такое Там культура Нет Христа надо Он сам-то не договаривает Или не имеет Или что Христа Познакомься Полюби Живи во Христе И поэтому Мы когда ехали На мусульманах Только одно В Чечню не ездите Там только голову режут Но мы были Он Николай знает Сколько раз Не режут А показывают Что мы спрашиваем Они помогают И мы От них не потерпели Нигде Ничего и ни разу Вот как У меня все Попошел Слава Богу Алинуя Спасибо Алинуя Алинуя Я думаю Закрыляться будем Да? Да Ну и всегда Как всегда Песнопение Трапеза И занятия Достойно есть Около истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И махи Бога Нашего Честнейшую Херувин И славнейшую Без сравнения Серафим Без искрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия И наплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которая в тайне Останови Делающих зло Просвети Правителей Страны нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех Начальствующих Также просвети И защити Людей Не познавших Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого сердца Священники Которые Не служат Тебе Как должно Пусть покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И наславно Иисусе Христе Господи Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Занятия сегодня Еще в 6 часов Будут Сергей Павлович Еще по интернету Проводит занятия По интернету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok